Скоро состоится в мастерской «Поты для доброты. Я готовлю заготовки». Камеры. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Техники, розписи по камеру. И почему благотворительная? Потому что после того, как наши сувениры будут готовы, они примерно будут выглядеть так или так, кто как пожелает. Ну, главное, чтобы на нем был изображен котик. И потом наши сувениры можно будет обменять на корма для животных, бездомных животных, потому что наш проект направлен именно на помощь бездомным животным. Любой желающий, кто увидит эту мастерскую, будет знать, может прийти, взять уже готовые камни у нас в библиотеке или расписать их здесь, потому что у нас вот такая вот богатая палитра акриловых красок. Или можно будет это сделать дома, а кто-то может быть захочет просто прийти, приобрести такой сувенир и взамен принести, сделать доброе дело, принести корм для кошек или собак. Корм мы передадим потом в общественные организации, которые занимаются бездомными животными в нашем городе, или с волонтерами выйдем в точки, где животные обитают именно на улице и покормят этих животных. Я покажу вам, как подготовить камень и как его расписать. Камни лучше всего использовать вот такие гладенькие, ну лучше, если это будет галечка, потому что на ней очень удобно рисовать. Камень прежде всего нужно, чтобы был чистый, для этого мы его моем щеткой, высушиваем, чтобы процесс был быстрее, то можно воспользоваться филом. Во всех случаях, когда мы сушим после мытья, когда мы уже грунтуем, вот. Далее нужно камень обязательно загрунтовать, чтобы была лучше, лучше ложилась краска на камень. Для этого нужно взять грунтовку, она продается готовая уже в магазинах, и если нет, то можно сделать ее в домашних условиях. Использовав просто воду и клей ТВА. Берется это в соотношении все один к одному. То есть, если у нас пол баночки воды, то значит, столько же должно быть пол баночки клея. Получается вот такая вот грунтовочка, которую мы уже наносим на ткани. Со всех сторон. Опять же, чтобы побыстрее процесс прошел, мы можем высушить это с помощью фена. И когда наш камень уже полностью загрунтован, мы уже определяемся с фоном для нашего дальнейшего рисунка. Если, например, в данном случае у нас котики, да, может быть, кто-то хочет нарисовать рыжего кота, тогда может использовать оранжевый цвет. Можно использовать серый цвет, белый, черный, да, даже если это у вас будет сиреневый, какой-то такой веселый, позитивный кот. Это ваше право. Далее мы, ну, например, определились с цветом, да, наносим уже, соответственно, камень загрунтованный. Лучше всего сделать это несколько раз, то есть нанести несколько словес. После того, как наш камень уже готов полностью, вот, как в данном случае, мы уже можем приступить к нанесению самого силуэта кота. Если вы желаете, вы можете использовать свое воображение, если нет, то всегда можно обратиться к интернету, взять, распечатать картинки, подсмотреть и нарисовать уже котика на заготовочку. В данном случае, почему у нас белый цвет, потому что можно нарисовать простым карандашом уже силуэт, которые легко можно исправить с помощью единки, если что-то не получилось. Когда ваш силуэт уже готов, нужно уже выбрать, определиться с палитрой, какого цвета будет ваш котик, да, например. И лучше всего, конечно, использовать тоненькую кисть, ну, она может быть моль или манья, вот, тогда у вас очень получится такая работа аккуратная. Вот, ну и завершающим этапом будет нанесение уже лака на наш готовый сувенгурь. Лак тоже можно приобрести в любом магазине для творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok